Цифровую карту магистральных электросетей создают в Хабаровском крае. Перенести на компьютер с помощью беспилотников предстоит 5,5 тысяч километров линий электропередачи. Подобную работу на Дальнем Востоке проводят впервые. Репортаж Антона Примачева. Создавать карту электросетей в 3D-объеме приехала бригада специалистов из Ижевска. Они привезли с собой 5 беспилотников. Работа ведется сразу в нескольких районах Хабаровского края. Беспилотники смогут детально обследовать даже самую труднопроходимую местность. От таких в Хабаровском крае немало. На карте в 3D-объеме будет занесено расстояние и высота деревьев, возможные незаконные постройки и даже уровень провиса проводов. После занесения данных в компьютер каждый объект можно будет рассматривать сверху, снизу и сбоку. Беспилотник с помощью мощного объектива фотокамеры и геодезического оборудования делает за один полет 5 тысяч снимков. Из них смоделируют виртуальную реальность. Фотографии должны быть в одинаковой цветокоррекции. То есть при облете самолет он также имеет крены, воздух он неоднородный. Поэтому при облете над лапками мы должны его пролетать ровно. То есть вот фотографии они сортируются, смотрятся и выбираются на более удавшиеся. Точная карта даст энергетикам возможность проводить быстрый и детальный анализ лап, чтобы определять участки, которые нуждаются в ремонте. От магистральных сетей зависит подача электричества в населенные пункты. Эти сети подают ток и на железную дорогу. По линии осуществляются перетоки мощности в энергосистему Приморья. Это порядка 50 мегаватт. Также линия имеет отпайку на тяговую подстанцию Кругликово, тем самым обеспечивая питание участка контактной сети Трансибирской магистрали. Подобный проект впервые реализуется на Дальнем Востоке. В ближайшее время 3D-модели будут созданы на всех территориях региона, где проходят магистральные линии электропередач общей протяженностью 17 тысяч километров. Антон Примачев, Константин Пестерев. Для программы новости.